Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке мы продолжим с вами решать задачи ЕГЭ и остановимся на 27-й задаче. Дана последовательность целых положительных чисел. Рассматриваются все пары элементов последовательности, разность которых делится на 80. Среди всех таких пар нужно найти и вывести пару с максимальной суммой элементов. Если одинаковую максимальную сумму имеет несколько пар, можно вывести любую из них. Если подходящих пар в последовательности нет, надо вывести два нуля. В первой строке входных данных задается количество чисел. В каждой из последующих n-строк записано одно натуральное число, не превышающее 10 тысяч. Гарантируется, что никакое число не встречается в последовательности более одного раза. Рассмотрим двухбальное переборное решение. Для реализации алгоритма нам потребуется переменная n, содержащая количество обрабатываемых чисел. Массив а, в котором будем хранить сами числа х1 и х2, лучшая пара. Начальные значения х1 и х2 – это нули, потому что мы работаем в множестве натуральных чисел, и любая сумма х1 и х2 из введенных чисел больше исходных данных. Почему еще в качестве х1 и х2 мы берем нули? Если таковые числа не будут найдены, то распечатаются те значения, которые были получены при объявлении, то есть 0 и 0. Вводим с клавиатуры количество чисел. В цикле от 0 до n заполняем массив самих чисел. Далее непосредственно решаем задачу. Организуем вложенные циклы. Границы первого цикла от 1 до n-1, второго от и плюс 1 до n. Границы циклов организованы таким образом, чтобы никакое число само с собой в пару не встало. Далее проверяем условие. Если разность чисел кратна m, а их сумма больше, чем х1 плюс х2, то в качестве х1 взяли итый элемент массива а, а в качестве х2 житый элемент массива а. Распечатали найденную пару. Давайте еще раз остановимся на критериях оценивания. Если вы провели правильную программу, переборную, в котором рассматриваются всевозможные пары, при этом не допускаются содержательные логические ошибки, такие как выход индексов за границы массива и рассмотрение сумм вида, то есть каждое число в пару с самим собой встать не может, вы получаете 2 балла. Если ваша программа содержит как минимум 2 обязательных элемента, то есть рассматривается пара с подходящей суммой и обнаруживается и выводится пара с максимальной суммой, но у вас есть синтаксические ошибки, вы получаете за 2-бальное решение 1 балл. Рассмотрим решение на 4 балла. Для этого нам надо оттолкнуться от следующего умозаключения. Разность двух чисел кратно m, если остатки отделения этих чисел на m равны. При этом такая пара найдется, если существует первый и второй максимум, которые имеют одинаковый остаток отделения. Если второго максимума нет, то сумму составить невозможно. Какие переменные нам потребуются для реализации нашего алгоритма? x – это число из последовательности, p – остаток, p – это остаток, дающий лучшую сумму, sm – лучшая сумма. Для того, чтобы реализовать наш алгоритм, мне потребуются два массива – m1 и m2. В массиве m1 я буду хранить первый максимум с определенным остатком в массиве m2, второй по величине максимум. Обратите внимание на размерность массива. Почему 80? Потому что остатки отделения числа на 80 варьируются в диапазоне от 0 до 79. И каждый из этих массивов в соответствующей ячейке содержит либо первый, либо второй максимум, который имеющий одинаковый остаток. Для начала нам надо подготовить эти массивы. А именно, заполним эти массивы нулями. Это можно сделать в следующем цикле. А также обнулим значения переменных с лучшей суммой и остатком, дающей лучшую сумму. Будем вводить сначала размерность, то есть то количество чисел, которые я обрабатываю, а дальше в цикле от 0 до n я буду вводить само число, вычислять остаток отделения этого числа на m и смотреть, если введенное число оказалось больше первого максимума с остатком p. Тогда в качестве второго максимума с остатком p я возьму значение m1, а в качестве m1 – x. Если оказалось, что введенное число больше второго максимума с остатком p, тогда в качестве второго максимума я взяла это число. После этого необходимо найти максимальную сумму и лучший остаток. Если второе максимум с остатком p больше нуля, то есть второе максимума существует, и сумма m1 плюс m2 чисел с остатком p больше максимальной, больше лучше суммы, тогда в качестве лучшего остатка взяли p, а за лучшую сумму – сумму m1 плюс m2. Осталось вывести пара чисел с максимальной суммой. Если переменная sm не изменилась, она была инициализирована нулем, нулем была и осталась, тогда мы будем выводить два нуля. То есть такую пару мы составить не смогли. В противном случае мы печатаем числа m1 и m2, то есть первый и второй максимум с лучшим остатком p. На следующем слайде вы видите собранный в одну программу рассмотренный алгоритм. Давайте посмотрим, как же оценивается данная задача. Если программа работает правильно для любых входных данных произвольного размера, и эффективно, то есть память не зависит от количества прочитанных чисел, время работы пропорционально nm, и в тексте допускается до трех синтаксических ошибок. Каких? Знаки пунктуации. Пропущено или написано лишнее заредеревленное слово языка программирования. Неописано или неверно описано переменное. Применяется операция, недопустимая для соответствующего типа данных. Вы получаете 4 балла. Если программа правильно работает для любых входных данных и эффективно, и количество синтаксических ошибок, описанных выше, не более 5, и к этим ошибкам добавляется еще одна из списка, на которых я хочу остановиться. Например, отсутствует вывод ответа или выводится не то значение. Неверная работа с массивом, в том числе выход за границу массива. Пропущены или неверно расставлены оперативные скобки. Неверно обрабатывается ситуация, когда в массиве нет подходящих пар. То есть, когда вводится 2 нуля. То есть, программа правильная, эффективная по времени и по памяти, не более 5 синтаксических и не более 1 из списка. Вы получаете 3 балла. 2 балла выставляются в том случае, если программа работает верно и эффективно по времени, и допускается до 3 содержательных ошибок, описанных в критериях на 3 балла, и до 9 синтаксических, описанных в критериях на 4 балла. Тогда вы получаете 2 балла. Но и 1 балл практически может любой заработать. Выставляется тогда, когда есть в программе 2 обязательных элемента. А именно, рассматриваются пары с подходящей суммой, обнаруживается и выводится пара с максимальной суммой. Выполняя домашнее задание, а вы понимаете, что вам надо будет решить похожую задачу под номером 27, и привести 2 решения на 2 и на 4 балла. Пожалуйста, прежде чем отправить мне решение, выполните данные программы при помощи языка программирования, и посмотрите, как они работают для того, чтобы избежать лишних ошибок. Спасибо за внимание. Всего доброго.